Доброе утро, дорогие мои. Сегодня 9 мая. Все прекрасно знают, что за этот день. И всех я от души поздравляю с праздником. С праздником. Этот ролик будет такого типа. Умный помолчил, дурак не поймет. Здесь кости никакие не будут. Просто пару вещей расскажу. На что, наверное, с анекдота. До анекдота скажу пару таких вещей, которые необходимо знать нам. Во-первых, не бывает дружественных государств в мире. Дружественные народы бывают, а вот дружественных государств никогда не бывает. Бывает интересы. У этого государства этот интерес, у того государства такой интерес. И вот когда интересы в этих государств совпадают, государство дружит. Это аксиома. Второе. Значит, для того, чтобы как бы более иметь свое влияние, ну скажем, как в Северной Корее, да, там, вот многие из вас, может, и слышали, что когда Северная Корея по футболу проиграла, они потом устроили, типа, свой, это, да, по телевидению, что, ну, типа, Северная Корея, Северная Корея выиграла, чем это, да, чемпионат мира, там, по футболу. То есть, закрытость. Что значит закрытость? Закрытость это не расширение, не расти. Ну, точнее, скажем так, неграмотность и пропаганда. Вот эти две вещи, вот, пропаганда с неграмотным населением, приводит в тех результатов, которые интересуют пропагандистов. Точнее, не пропагандистов, а тем, которые служат этим пропагандистам. В общем, значит, ну, мы еще в советское время, когда учились, я же, ты, советские поколения, да, вот все время, вот, про Америку, про Запад, про то, как вот эта Европа гниет, что там одни капиталисты, буржуи долбанные, угнетение прав человека, что они устраивали геноцид собственного народа, там, про индейцев. И по сей день, кстати, вот эти песни продолжаются, да. Ну, просто по истории, так, не то, что по истории, да, по реальности, скажем, допустим, в конце 15 века, по-моему, 1490-х каких-х годов, итальянский исследователь Колумб нашел Америку, открыл Америку, в общем, и посчитали это, как бы, территория Испании, в общем, по-моему, в 1777 году, там у них это было, где, 1877, ну, короче, декларация о независимости, да, когда американский народ освободился от британской колонии, то есть Америка была британской колонии, то есть Британия завоевала, то есть не американцы убивали индусов, индейцев, да, там, не индусов, а индейцев, а британцы-то делали, при чем здесь американцы? Кстати, по-моему, эта песня сейчас повторяется с наши времена. Так, ну, вы знаете, что я каждый 9 мая уже 5 лет ходил, уже 6-й год, получается, выезжал, выпускал, в то время, самые первые годы, у меня и не хватало, там, 72-73 штуки голубей выпускать, я с яиц всех собирал, помните, с яйцами голубок забирал, всех-всех подряд вывозил, выкидал, это, выпускал с Мамаева кургана, ну, сейчас у меня возможности позволяет, вот есть такая хорошая фраза, да, говорит, возможности и желания, вот сейчас возможности есть, не то, что там 77, и 87, и 97, и 107, а вот желания не совпадают, почему желания не совпадают, ну, это мирная птица, эта птица ассоциируется с миром, то есть голуби, это птица мира, и выпускать этих голубей, сказать, это, да, выехать с того же Мамаева кургана, выпускать и сказать, миру мир, там, мир без войны, понимаете, за это можно быть наказанным в наше время, можно быть и арестованным в наше время, поэтому уж, как говорит, береженого Бог бережет, да, как бы есть такая хорошая поговорка, голубей я сегодня подниму со двора, 77 штук, я подниму голубей, обязательно, обязательно, в первую очередь, в честь моих дедов, которые с первого пасты, по последней день воевали, у меня отцовский дед, еще три раза плену был, два раза в Бижанском слагере, третий раз американцы его освободили, он вернулся в Советский Союз, после этого, до самой смерти Сталина, всей семьей был ссылки, он еще был кулаковским сыном, в Сибири он потерял шестерых детей из двенадцати, то есть шестерых детей умерли, но не будем о грустном, да, так вот, значит, и от советской пропаганды, я помню, вот все время, вот эти, да, американцы негров уничтожают, негров уничтожают, то, другое, вот эта пропаганда была, а мы не знали, что там творится, мы не могли понять, что там по происхождению негр Барак Обама может даже два срока стать президентом, вот великолепный Трамп, он не мог второй срок стать президентом Америки, а вот негр Барак Обама, он стал, в общем, еще раз говорю, тема умный, помолчит, дурак не поймет, из этой категории, так вот, ну, поскольку нам говорили, что американцы уничтожают, там, этих, да, негров уничтожают, то, другое, расскажу анекдот, ну, с приходом Горбачева, как бы отношения, это анекдот, отношения наладились, в общем, кое-кто мог вернуться на историческую, я имею в виду, из армян, на свою историческую землю, посмотреть, в общем, родину, в общем, ну, приезжает старый пожилой армянин, в общем, потомок геноцида, в общем, увидит родину свою, в общем, ну, кто был в Ереване, знает, там, площадь Ленина, тогда называлась, в общем, этот, на площади Ленина, там, несколько дорог идут одновременно к этой, это, да, там, сейчас два, четыре или шесть дорог, прямо, спускай, сколько там, не помню, сейчас, может, и переделывать, давно я не был в Армении, в общем, да, и вот стоит молодой человек, подходит к нему, это дедушка, и спрашивает, как пройтись площадью, ну, этот молодой человек, ему направляет там, в общем, а с того места, где стоял молодой человек, до самой площади, ну, метра пятьдесят буквально пройтись, и свернуть, вот она, площадь, ну, старичок жару побахтел, пошел там, покрутился, покрутился, кое-как опять, ну, подошел к этому месту, смотрит, этот стоит там, ну, и рядом там площадь Ленина, да, и милиционер стоит, подходит к милиционеру, говорит, вот так, так, говорит, приехал на родину, а этот урод поиздевался надо мной, ну, милиционер подходит этому, ты что, говорит, дурачок натворил, ты видишь, человек пожилой, к чему ты его так, это, ну, а почему они негров там угнетают у себя в Америке, дорогие мои, к сожалению, вот это и есть. Так, теперь, что касается этому дню, значит, Европа празднует восьмого мая, в общем, мы празднуем девятого мая, восьмого мая было подписано Акт Капитуляции Германии, мы празднуем девятый мая, для нас это Великая Отечественная война, для мира это Вторая мировая война, Великая Отечественная война началась в сорок первом и закончилась в сорок пятом девятого мая, да, Вторая мировая война началась первого сентября тридцать девятого года, закончилась второго сентября сорок пятого года, это Вторая мировая война. Потери от Второй мировой войны были ровно два раза больше, чем потери от Великой Отечественной войны, то есть во Второй мировой войне погибло более пятидесяти пяти миллионов, миллионов людей со всего мира. Самое большое количество по процентным отношениям в этой войне потеряли евреи. Все знают про халахоста, да, шесть миллионов евреев было уничтожено в этой войне. Хотя как бы Израиль не побеждал, не воевал, тогда и государства Израила не было, но самые большие потери в этой войне было именно у евреев. Поэтому этот праздник, это мировой праздник, это не мой праздник, не твой праздник, не этот, это наш праздник, независимо от вероисповедания, от страны, где мы живем. Даже для немцев это праздник, потому что они тоже освободились от фашизма, от здравомышленных немцев, для них это тоже праздник. Потому что не каждый немец приветствовал Гитлер, и не каждый немец был фашистом, понимаете. Это была структура, это чума, это болезни. Вот как пошел ковид, пошел тот, это болезни человеческие. И слава богу удалось вот эту болячку, как бы, может на время, может насовсем удалить. Надеюсь, что это будет все-таки насовсем, если даже не удалено, то удалиться от человечества. Ну, таких пару исторических фактов, пару исторических фактов расскажу. Вот мы как бы считаем, что Гитлер напал на нас. То есть, ну, как считаем, нас так учили, что в 1941 году Гитлер напал на нас. Но мало кто из нас знает про акты, про пакты Молотом-Реппинтопом. Мало кто знает о Советско-финской войне. Мало кто знает, что Вторая мировая война началась 1 сентября, когда Гитлер напал на Польшу. А 17 сентября советские войска вошли в Польшу. То есть, мы были в то время, мы были союзниками Гитлера. Но, слава богу, мы этого поняли. Мы стали бороться против этого. То есть, это исторические факты. Можно вечно сказать, что нет, этого не было. Есть эти документы, есть, да. Потом нам стало стыдно. Мы потом ушли, как бы, аннулировали этот пакт Молотова-Реппинтопом. Но это было факт. В 1939 году советская армия вошла в Финляндию. Хотите, назовите спецоперацию. Хотите, назовите нападение. Хотите, назовите, как хотите, назовите. Но это было. И с ноября по середину марта советские войска кое-как завоевали эту маленькую Финляндию. У нас в то время, как там говорят, да, вот там инверситализация была, экономика была, то было, это было. Самая мощная дивизия была, 1-я конная дивизия, Будённый. Представляете, когда на нас напали немецкие танки и самолеты, по-моему, более пяти тысяч немецких самолетов напало на нас. У нас вот самая сильная армия, это самая сильная дивизия, это была 1-я конная дивизия. Потом была Ленглист. Кстати, через 77 лет это слово опять начали употреблять. Но уже против нас. Это очень обидно, это очень неправильно. В общем, я не буду углубляться, кто прав, кто не прав в этом. Но то, что вот это слово опять пошло, в общем, в то время на более 13 миллиардов долларов США помогало Советскому Союзу. Это были медикаменты, это было оружие, это были продукты питания, это всё, горючее, топливное, короче, всё вот это было, чтобы мы могли победить фашизм. Понимаете, дорогие мои, мой дед воевал за уничтожение фашизма, за свободный мир. И я хочу, чтобы этот мир был свободным. Я вот от души хочу. Кто не хочет, кто хочет войну, пусть воюет. Я не хочу. И, как всегда, я люблю говорить, миру мир голубям небо. Мы сейчас откроем дверь. И 77 штук голубей будем отправлять в мир. Иди тоже, сейчас тоже синицу тоже поднимем. Ты же одна из моих любимых голубок. Иди тоже. Что, не хочешь идти? Ты же хорошо бьёшь, дурачок. Так, дорогие мои, ну выгнал ровно 77 штук. Сейчас я их тоже подниму. Ну что, что, урод. А ну-ка, пошёл. Сам же вышел. Не хочет. Хочет обратно. А на яйцах сидит. Понятно. Понятно. Что сидит на яйцах. Не хочет. Давай, красиво иди, 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 иди. Ты же ещё красиво умеешь. А те хитрецы, вон она, стойка там. Да не утону, сейчас, наверное. Сейчас на паузу поставлю, поднимусь. Так, дорогие мои. Ну, поднял всех до единого. 77 штук. О, кое-кто уже и улез. О, там ушли. Эта стайка тоже рассыпается. О, идите. Ну и она тоже, в принципе, неплохо пошла. Я сейчас домой зайду, выйду. И кое-что скажу ещё. О, красиво. Так, дорогие мои. Ну, голуби уже начали. По стайкам разъединиться сейчас. Вот. Вон. Вон. И выше. Вон. И по отдельности. Так. Значит, дорогие мои. Я хочу выпить, в первую очередь, за моих дедов. За моих дедов. И сказать им. Спасибо деду за победу над фашизмом. Деды мои. За вас. И за тех дедов, которые освободили человечество от фашизма. Освободили. Дали свободу нам жить. И давайте будем жить свободно. Ох, как хорошо пошло. Ну, а теперь дверь откроем. Пусть остатки тоже выйдут. Ну, ещё 77 не получится. У меня тут меньше. Но всё равно. Ну, но. Видите. Те, которые говорят, у тебя 200 штук голубей. Можете посчитать сколько у меня. Тут в основном все этих тоже выгнал. Нету столько. Всех благ вам, дорогие мои. С праздником. С праздником. С праздником. Ещё раз с праздником. Миру, мир, голубям, небо. Ясное, мирное небо. Пусть они нас радуют. Удачи всем. У нас только прав. Всех благов.